Есть и тнай, и обыкновенная. Ну и вплоть до кондора. Кондора я привез из Ташкентского зоопарка сначала самца, а потом из Австрийского зоопарка, по договору по обмену на других птиц, нам привезли самку. Кондоры, кстати, тоже позднее стали размножаться в Алматинском зоопарке. Ну и размножение соколов. Это тоже для Советского Союза тогда был первый случай, когда сокола благополучно отложили яйца, мы инкубировали, вывели птенцов, но ветеринарная часть зоопарка у нас была тогда очень и очень слабой. Птенцы заболели все, и наши ветеринары предполагали, даже на анализ отдавали, выделили аспергиллу, ну как потом и лечили их от аспергиллеза. А потом оказалось, что это был самый банальный трихомонос. И птиц можно было очень легко вылечить, но, к сожалению, они все погибли. 8 птенцов было тогда. Ну, это вещь, что в Алматинском зоопарке размножаются балобаны, достигла Европы, европейских, в частности, немецких соколетников. Ну, это через московский зоопарк, потому что алматинский зоопарк был под учетом московскому зоопарку, и в московском зоопарке дали сведения, что в Алмате размножаются балобаны. К нам тут же зачастили западные арендологи, сокольники, разводители птиц. Ну, тогда мы многому у них, конечно, научились, той же, тому же процессу инкубирования птиц. Кстати, они же нас снабдили инкубаторами, у нас даже не было приличных инкубаторов удобных для этой цели. Ну, а потом, когда Советский Союз уже перестал существовать, Казахстан стал независимым. Сюда приехали братья-ректоры, и удалось совместно с нашими, с казахскими партнерами договориться о создании совместного предприятия. Это совместное предприятие было организовано недалеко от Алматы, в пригороде. Там были в основном птицы. Это совместное предприятие. Большую часть коллекции Алматынского зоопарка Соколейного зоопарка выкупила. Продолжение следует...